следующий урок восьмой урок и тема сегодняшнего урока это двойственное число аль мусанна у нас был единственным что как у нас на арабском звучит аль муфрот муфрот это у нас единственное число аль джама аль джама у множество число и теперь между этими двумя у нас единственное число аль мусанна мусанна это двойственное число и сегодня мы начала с вами его будем проходить у нас тут диалог прочитаем текст начала между учителем и студентами мудрис кям ахан лакая мухаммаду сколько братьев у тебя о мухаммад во-первых у нас слово кам сколько переводится и у нас после слова кам приходит слово и у него поддержку там есть там есть то есть у нас будет она с фатхами она навсегда будь с фатхами и в единственном число кам ахона мы переводим вот это слово кам ахон сколько братьев то есть здесь слово ахон единственное число их ватана то есть если было бы то есть если мы бы переводили с русского на арабский то есть сколько братьев то есть можно было бы сказать если дословный перевод о кам их ватана так ведь но нет арабском языке если мы спрашиваем кам слово у нас в единственном числе спрашивается. Но, соответственно, переводим это на единственное, то есть переводим это во множественное число. Кам Ахон, сколько братьев? Ляка, у тебя я Мухаммад. Ли Ахун Вахидун, у меня один брат. У нас слово Вахид, один, это у нас здесь описание, наат, поэтому один приходит после Ману'ута. У нас наат всегда приходит после Ману'ута, так ведь? Так, дальше идём. Ли Ахун Вахидун. Уакам Ухтан Ляка. А сколько сёстер у тебя? Он говорит, Ли Ухтани. У меня две сестры, у меня две сестры. Ли Ухтани. Поэтому, как мы поняли то, что здесь две сестры? Поэтому есть конструкция, по которой строится двойственное число. По которой строится двойственное число. Это Алиев и Нун, когда мы присоединяем к любому слову единственного числа, это становится оно автоматически двойственным числом. То есть, в арабском языке не говорится два. Мы у нас, то есть, мы говорим в русском языке две сестры. У нас два слова, две, и второе слово сестры. В арабском языке это одним словом. Ухтани. И вот эта конструкция, Алиев и буква Нун с Касрой указывает на двойственное число. Ухтани. Ухтун. Ухтун – это единственное число. Когда мы к этому единственному числу добавляем Алиев, соответственно, буква Та, Дамма была, стала на Фатху, потому что Алиев – здесь у нас главная буква. Ухтани. Две сестры. Вот этот Алиев и Нун на конце слова указывает на двойственное число. И поэтому к любому слову присоединяйте Алиев и Нун будет двойственное вам число. Например, слово Бейтун. Как будут два дома? Бейтани. Сияратун. Сияратани. Олямун. Олямани. И так далее. Просто добавляйте Алиев и Нун на конце единственного слова, то оно становится двойственным числом. И уже два не говорится. Ухтани. Иснатани. То есть не говорится Ухтани. Иснатани. Потому что уже понятно то, что двойственное число. Если только Иснатани, здесь придет как-то Акид. То есть как ты вот конкретно утверждаешь это то, что вот дверь только там. То есть усиление в данном случае. Вот. Дальше Мударис спрашивает. Кяма Аджалятан Лиддароджа Чи Яхамид. Сколько колес? Аджаль. Аджаля. Аджалятун. Здесь у нас Фатха. Потому что там есть. Мы говорили после Кяма. Всегда с Фатхой слово приходит. Сколько колес у велосипеда Яхамид. Лага Аджалятани. У него. То есть у велосипеда. Лага. Дорожа. Он женского рода. Поэтому лага не лагу. Лага. Но мы первым у него. У него Аджалятани. У него два колеса. Тяма Айдан. Фиссана Тия Закария. Сколько праздников? Айдун. Айд. Это праздник. Сколько праздников? Фиссана Тия Закария. Фиссана Тия Идани. В году два года. Гума. Айдуль Фитри. Ва Айдуль Адуха. Гума. Вообще. То есть дословно переводить. Гума. Они переводятся. Они оба. Они оба. Мы с вами проходили. Они. Как будет мужчины? Они. Гума. Женщины как будут? Они. Гунна. А сейчас Гума. Двойственное число. Гума. Они двое. И оно применяется как к мужскому, так и женскому роду. Гума. Они двое мужчины могут быть. Они двое женщин. Гума применяется. Гума Айдуль Фитри. Уа Айдуль Адаха. То есть это два. Это эти два праздника. Фитр. Разговения. И Адаха. Жертвоприношения. Иншалла еще тоже, думаю, полезно будет добавить. Второе лицо, как вы двое, потому что второе лицо также есть. Это у нас Антума. 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 Это вы двое. Поэтому у нас было вы к мужчинам как было? Антум. А к женщинам? Антунна. А теперь двойственное число Антума. Гума и Антума – это двойственные числа. И они оба применяются как мужчинам, так и женщинам. Не различаются. Не различаются. Есть ли у нас литное местомение, то есть к словам будем присоединять. Например, их двоих книга, как сказать? Их двоих книга. А ваша двоих книга как будет? Китабу кум. Так ведь? Их... То есть ваша книга мужчин была китабу кум. Китабу кума – это ваша двоих книга. Поэтому, если, например, мы будем приветствовать двоих мужчин, как мы скажем? Ас-саляму алейкума. Ас-саляму алейкума. Не ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум – это уже когда от трех джаматам. Вам. А если вам двоим, как сказать? Ас-саляму алейкума. Это также и мужчин, и женщин. То есть нет разницы. Это у нас литные мистемения. Это у нас раздельные мистемения. Так, давайте дальше. Я Ибрагиму. Абу ка таджерун кабирун. Кам сайяратан аиндогу. О, Ибрагим. Твой отец, Абу ка таджерун кабирун. Большой торговец. Сколько машин аиндогу у него? Аиндогу сайяратани кабиратан. У него две большие машины и две маленькие машины. И посмотрите, наат – описание. Оно, мы говорили, следует в четырех вещах. И здесь, посмотрите, оно в этом следует. У нас машина женского рода. Описание тоже женского рода. Не кабирони, а кабиротани. То есть буква Т добавилась, чтобы женский род тоже был. То есть описание должно быть тоже женского рода, потому что ману женского рода. И это двойственное число, значит, это тоже должно быть в двойственном числе. Кабиротани. И здесь то же самое. Сколько окон? Нафиза – это окно. Сколько окон в твоей комнате, О, Исмаил? Фи-ха-нафиза – в ней два окна. Лиман-хазани-де-второний. Чьи эти две тетради? Гумали – они мои. Вот это – хазани, они оба. То есть это двое. От слова «хаза». Газа – это переводится как «это». Газани – эти двое. Лиман-хатани и мистер-атани. Чьи эти две линейки? Мистер-атун – линейка. Гумали – они мои. И здесь у нас «хатани» от какого у нас указательного нестремления? Хази-хи. То есть у нас слово «хази-хи» – двойственное число от слова «хази-хи» – «хатани». Газа – его двойственное число «хазани». Запоминайте это, иншаллах, сейчас мы будем делать в упражнении. Тамарин – упражнение. Здесь у нас «адживанил асилатил атети мустамилян аль-мусанна». Вот у нас тема урока. То есть ответь на вопросы, на следующие вопросы в двойственном числе аль-мусанна. Здесь у нас 11 вопросов. Давайте, иншалла, ответим в двойственном числе. Кям калиман индака? Сколько у тебя? Сколько у тебя ручек? Аинди у меня калимани. Аинди калимани. Второй. Кям китабан индака? Сколько книг у тебя? Аинди китабан. У меня две книги. Кям сабуратан фи фасликума. Сколько досок в вашем классе? Фи фаслина. Фи фаслина сабуратани. В нашем классе две доски. Кям риален индаки л'ана ялейля? Сколько реал у тебя сейчас, у Лейла? У меня сейчас два реала только. Хомис пятый. Кам ухтан л'ака я Али? У меня ухтани. У меня две стрели. Кам амман лаки я Аминату. Сколько дядь у тебя у Амина? Ли Аммани. Аммани. У меня двое дядь. Кям садикан ляка я Мухаммаду? Ли садикани. Ли садикани. Кям талибан жадидан фи фасликум. Сколько новых студентов в вашем классе, в нашем классе? Фи фаслина, фи фаслина, талибани, дяди, дани. В нашем классе два новых студента. Кям мэсджидан фи кориятика я Закария? Кям мэсджидан фи кориятика. Сколько мечетей в твоей деревне? О Закария. Фи корияти в моей деревне? Мэсджидане. В моей деревне две мечети. Кям фундукан фи хады шари'и? Фундук, что такое? Фундук, это гостиница. Сколько гостиниц на этой улице? Фи хады шари'и фундукани. Фи хады шари'и фундукани на этой улице две гостиницы. И последнее. Кям ахан лаки я Суаду? Сколько у тебя братьев О Суада? У нас двойственное число. Посмотрите, вот. Аль-Аху, Аль-Мусаннаху, Ахавани. Не Ахони, а Ахавани. Буква еще добавляется. То есть она скажет. Ли Ахавани. У меня двое братьев. Следующее. Здесь у нас следующий там рин. Икро вактуб. Прочитай и напиши. Мы прочитаем, переведем. Что у нас тут есть. Холидун лягу ибнани ва бинтани. Холидун лягу ибнани ва бинтани. У Холида двое сыновей и двое дочерей. Фи хады лбейти гурфатани кабиратани. В этом доме две большие комнаты. Фатыма тулага тифляни сагирони. У Фатымы два маленьких ребенка. Тифляни сагирони. Ли айнани ва узунани ва ядани ва риджляни. У меня ли два глаза, два уха, две руки и две ноги. Фи хады ля хайи мэдрасатани. В этом районе две школы. Саляту льфаджри рока атани. Молитва фаджр, два раката. Рока атани. Ли лбейти мифтахани. У дома два ключа. Лиман гатани льбакаратани. Гатани от какого единственного числа? Хазихи. Чьи эти две коровы? Гума лил фаллахи. Они фермеры. Ахазани тубибани мин инкельтаро. А эти двое врачей из Англии. Ля гума мин фаронса. Нет, они из Франции. Фикорьяти мазджидани сагирони. В моей деревне две маленькие мечети. Мне здесь на фотографии большие мечети. Следующее задание. Следующее задание. Нужно сделать. То есть вам нужно поставить слово кям. И после него у нас будет тамьиз. Почему там? То есть тамьиз. Имеется в виду с фатхами слова. То есть вам нужно поставить слова. И соответственно сделать последнюю огласовку правильно. То есть с фатхой. И вот здесь у вас пропуски стоят. После слова кям. У нас слово проходит тамьиз. То есть с фатхами. Подобно вот этим всем примерам. Кям ухтан лека. Кям каляма на индака. Кям сайяратан фил джаме ати. И вот сейчас мы будем также вставлять слова, которые здесь нет. Кяма индака. Сколько у тебя? Например, спросим. Кям сайяратан на индака. Сколько у тебя машин? Кям лека. Спросим, сколько у тебя братьев? Кям ахон лека. Кям фигадышарей. На этой улице. Кям бейтан фигадышарей. Сколько домов на этой улице. Кям фикоретика. В твоей деревне. Кям мазджидан. Фикоретика. Кям фифасликум. В вашем классе. Кям толибан. Кям толибан фифасликум. Сколько студентов в вашем классе. Фи ссянати. Сколько дней, например, в году. Кям яуман фи ссянати. Кям узбуан фи ссянати. Сколько недель. Кям шахрон. Сколько месяцев в году. Сколько праздников в году? И так далее. Сколько колёс у велосипеда? Сколько колёс у велосипеда? Либо Сколько хозяев у велосипеда? В твоей комнате? Сколько окон в твоей комнате? Сколько кроватей в твоей комнате? И так далее. Так, следующее четвёртое. То есть вам нужно перевести опять в двойственное число. Здесь у вас единственное число. Вам нужно перевести в двойственное число. Подобно примеру. Хаза китаабун. Хазаани китабани. Хаза колямун. Хазани колямани. Хази мистератун. Хатани. Хатани мистератани. Линейка. Хаза طолиб. Хазани طолибани. Это студент из Индии. Хазани талибани миналь-хинди. Хази саату миналь-ябани. Это часы из Японии. Хатани. Хатани саатани миналь-ябани. Хази сайярату лил-мудири. Это машина директора. Хатани сайяратани лил-мудири. Лиман хазал мифтаху. Чья это ключ? Лиман хазани лмифтахани. Лиман хазани лмифтахани. И последнее. Лиман хази хилмил-якату. Чья это ложка? Лиман хатани мил-якатани. Лиман хатани мил-якатани. И здесь у вас что? Пятое. Икраль калиматиль атията. Вактубха ма адобты авахириха. То есть вам нужно прочитать примеры и поставить на конце правильную огласовку. У нас всегда двойственное число. Нун будет всегда с кастрами. Кальбани, Мактабани, Амисони, Ахавани, Миндилани, Мистаратани, Ухтани и Мраатани. Везде будет у нас здесь на конце букву Нун с кастрами. И последнее задание. У нас саннил калиматиль атия. То есть сделай двойственное число следующих слов. Алиф и Нун просто везде. Алиф и Нун везде ставите. Саяратани, Люгатани, Миляакатани, Исмани, Тобибатани, Садикани, Мударисани, Газани, Валадани, Таджирани, Бабани, Гатани. Двойственное число несложный урок, альхамдулла. Поэтому иншаллах на этом закончим. Это последнее было укажение. Азову Аллаху Аламу, Салли Аллаху Асаламу, Аля Набина Мухаммаду, Аля Алии и Сахами Аджмайина.